Вот этот кубок мы выиграли на АЛФЛ Лагестана 8 на 8. Нет, как можно быть довольным такой игрой, когда 50 моментов не забил и довольный ничего и будет, джейс. Я такой злой пошел туда, и то, что у меня в голове собралось уже, все печенье, то, что он кушал целый день, то, что я ему говорю, хватит кушать, джейс. И я просто взъелся, и вот так случайно у меня получилось это интервью. Я люблю, да, кушать, как никто другой, наверное. Нет, мы также кушаем, ничего больше. Мы вчера были грозными, его вообще было за стол не остановить здесь. Вот же наш технарь, Мура, технарь. Я очень сильно переживаю, очень сильно люблю свою команду, если честно, всем сердцем. Его как бы не остановить, он может 3 часа ночи кушать, 5 утра, ему без разницы. Чисто в перекладине смотри. И я ему говорю, дай мне пас, дай мне пас, дай мне пас, крючу ему, если он не отдает до последнего, я говорю, откати под удары. Приехал домой, лег спать и просыпаюсь. И тот момент начал, ну, где мне звонить журналистов. О, красавчик, красавчик, Асим, четко, брат. У нас у Гональда было легче сделать интервью, чем у тебя, брат. Ух ты, Русик, ты в порядке, брат, тебя на ворота поставим в следующую игру. И я был в шоке, что я не находил плохих комментариев в свой адрес, то, что меня люди реально поддерживают, реально любят, ценят, ЖС. Да, очень сильная команда, там два ребят с Махачкала приехали. У нас тоже хорошая команда, поэтому группка будет в втором тайме, я думаю, еще сильнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Шамин Магомедов, я простой парень из Кезара, который сильно любит футбол. И выкладывается в игре по полной. Для Шамиля неважно, профессиональный это или любительский футбол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играем хорошие, крепкие команды, хорошие соперники, и нам очень важно сегодня забрать три очка. Самое главное – победа. Игра очень тяжелая, так как встретились сильным соперником. Очень трудно, вы сами видите, по матчу счет только два-один. Ну, я думаю, и дальше второй тайм будет еще горячее. Рубка будет в втором тайме, я думаю, еще сильнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шамиль Магомедов... Футболом Шамиль увлекся еще в детстве. Играл с матчишками во дворе. Я любил футбол, во дворах мы играли всегда в футбол. Но вот мои родители меня отправили на борьбу. Я долгое время занимался вольной борьбой. Хаса-Юрти занимался на Хачкале. В Спартаке занимался, в ШВСЭМе занимался. В борьбе добился хороших результатов, но спустя время вернулся на футбольное поле. Я выиграл первое, второе, третье место занимал по борьбе. Травма спины не дала мне немного бороться, мне стало тяжело. Я долгое время пропустил. Тяжело было уже догнать своих соперников и опять заново начать. И поэтому потихонечку-потихонечку я отошел от борьбы и начал играть в футбол уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда вся форма будет чистая. Вот сейчас всем пойду, раздам форму, мяч тоже возьму. А то у нас в багажнике еще есть мяч, но нам один не хватает. Все, я готов. Вот здесь тоже еще один букс. Футбольные багажники. Что, тронемся? Идемте, футболки дамы. Ай, вообще нормально. Как ты просишь? Ты что, весь гоняешь? Тренировки стабильно два раза в неделю. К игре в футбол его команда МЖС Кизляр относится серьезно. Ну, иногда мы работаем на дыхалку, иногда на физику. По-разному. Смотря какая будет на сцену игра. Если сложная игра, мы можем этот день слегка поработать. Если, как бы, тяжелая игра, да, предстояло. Идемте, давайте, братья, два-три круга сделайте пробежечку. Потом разбивку начнем делать. Легким бегом. На поле он не просто тренер. Скорее, старший брат. Ребята берутся с района. Красный восход, Цветковка, потом с МЖС, там, ну, с разных. У нас, как бы, район большой. Можно сказать, с каждого села по одному-два человека у нас играют. Вот все молодые, по 15, 16, 17 лет ребята. Я набрал основной молодых, чтобы были послушные, слушались. Поэтому капризов никаких нет. Очень требовательный. И мне это нравится. Потому что он может в нужный момент поругать и в нужный момент подсказать. Старые кусти болят. Без разминки уже бить не получается. Удары без разминки, ноги начинают болеть. Сразу халить начнут. Разминку надо хорошее дело. С вами вместе. Все, можно разминку заканчивать потихоньку. Расценитесь, да? Две-три минуты расценитесь и начнем. Вот же наш технарь, Мура. Технарь. Конечно, брат. Ух ты, Мухаммад, ты в порядке на воротах, окажется. Это первая наша награда, которую мы выиграли. Все эти кубки и медали для него очень ценны. Здесь нет главных или второстепенных. Остальные все вот эти награды, это 5 на 5 мы играли в футбол. Вот мне дали, когда я стал лучшим игроком. Вот это как его, здесь я лучшим бомбардиром стал по мини-футболу. Ему удалось из простых ребят собрать отличную команду. Которые во дворах играли в футбол. И в первый же год мы выиграли вторую лигу и попали в первую лигу. Ты доволен результатом или хотелось все-таки победить сегодня? А нет, да как можно быть довольным такой игрой, когда 50 моментов не забил и довольная ничьей будет, жесть. Так легко было с ними играть. Я клянулся, сколько играли в УФЛ, жесть. 3-4 года, жесть. Так легко мне ни со мной командой не было играть, жесть. Это был матч, с которым команда шла на 17 месте, на предпоследовательном месте. И мы сыграли с ними ничью, и это меня вывело из себя. Ничья, которая привела Шамиля к победе. Его эмоциональное интервью взорвало социальные сети. Вот это же балбес, Амаров, Мухаммад, натуральный балбес, жесть. Симулирует ложиться. Я говорю, эй, удар, да уже, бас, отдай, что-нибудь сделай. Глянулся, вся злость на этого человека у меня, одного жесть. Больше всех одного, целый день кушает 24 на 17 на квартире. Говорю, эй, хавать, перестань, играть не сможешь. На футбол идет еще печенье, закидывает, идет, жесть. И я ему говорю, дай пас, дай мне пас, дай мне пас, крючу ему, жесть. И он не отдает до последнего, я откатил под удар. Ни мне, ни другому, ни другому товарищу не отдавал. И в тот момент я узнал, что симулировал, хотел заработать штрафной. И упал, и их игрок, наших соперников, выбил мяч. И в тот момент прозвучал свисток, жесть. И в тот момент меня просто разорвало, жесть. Я уже не соображал. Эмоциональный, но быстро отхочивый и добрый. Таким, наверное, и должен быть настоящий тренер, болеющий за свою команду. И не могу это дело бросить, если честно. Не знаю, как с этим быть. Мне говорила, мама, постоянно бросай. Я очень сильно нервничал, переживал. Даже ездил в больницу проверяться. Думал, может, у меня инсульс случился. Одно тело мне отказывало, болело сильно от того, что я сильно переживал за команду. Особенно стоя на броке. После интервью Шамиль стал народным героем. Казалось, это как сон. Я не понимал, что случилось, если честно. Я даже спору, иногда был уделен, как это вообще получилось. И я был в шоке, то, что я не находил плохих комментариев в свой адрес. То, что меня люди реально поддерживают, реально любят, ценят жизнь. Я тоже их очень сильно люблю за это. Мне очень приятно, что такое внимание сейчас ко мне есть, да. И остается народным любимцем до сих пор. Где бы ни появился наш герой, его тут же узнают. Я вот недавно был в Сочи, реально там все тебя узнают, все здесь к себе зовут. Я поехал на Красную Поляну, думал, Красная Поляна, это вообще далеко. Даже там меня узнавали, подходят, фоткаются, обнимаются все. И мне очень приятно, если честно. Это тот самый случай, когда однажды утром ты проснулся знаменитым. Я думал, сейчас приеду домой, лягу спать, как бы все устаканится, все забудется. Я просыпаюсь и смотрю, у меня в телефоне 6 тысяч подписчиков. Было всего 500. Но такой внезапной славы Шамиль Магомедов уж точно не ожидал. Очень много звонков было, и я не успевал всем отвечать. Реально же физически, морально, эмоционально. Никак не успевал уже. Я просто разрывал телефон, разрывался по 500, по 1000 сообщений. И я не знал вообще, кто пишет, что пишут. Теперь он гость популярных телешоу. Они говорят, у Рональда было легче взять интервью, чем у тебя. То, что думаете и искренне говорите, честно говоря. А вы только хотите выглядеть со стороны. Ну матом он там где-то проскользнул, да? Ребята, учитесь у него вообще быть искренним. Я потом дал им интервью. И после того меня показали по телевизору. Потом меня пригласили еще на матч ТВ. И я тоже отказывался. Сначала не ехал, не понимал, что мне там реально, мне это нужно. Знаком со звездами футбола. Ну они только поддерживали меня, только хорошее говорили. Говорили, ты молодец. То, что так ты играешь в футбол, держишь свою команду, это очень трудно. Я говорю, да, конечно. И даже обыгрывает их на поле. Такое приятное на общение, простой, спокойный. Вместе мы поиграли в футбол. Он был в другой команде, я в другой, но мы их выиграли. Я забил много головным, Джейс. И постоянно дразнил его. Когда он разобил матч, я говорю, Дима, как я люблю тебя забивать, Джейс. Вот это, за него все было. А вот и он, не менее популярный. Любитель печенек Мухаммад Амаров. Мы после этого с ним два дня не разговаривали. Потом он говорит, он мне звонит, пишет. Он говорит, просыпайся, хватит обижаться. Нас, говорит, сейчас скоро по телевизору покажут. Я говорю, да нет, да, как это. Мухаммад – капитан кизлярской команды. К Славе относится спокойно, как и к печенькам, о которых его спрашивают до сих пор. Я люблю, да, кушать, как никто другой, наверное. Печеньки, тук, да. Очень люблю их. Их прорекламировали. Ну, правда, они мне так и не ответили. Я уже давно их им. Я не знаю, почему они молчат до сих пор. Аппетит у Мухаммада остался тот же. Вчера мы были в Грознаде. Вообще было за стол мне остановить жизнь. И стейк поел, и суп поел, и том ям. Все подряд кушал. Я говорю, уже хватит. И он так же кушает. Если больше, наверное, не ем. У клуба МЖС Кизляр было немало финансовых проблем. У команды, если честно, были глобальные проблемы. У нас не было денег ни ездить, ни кушать, ни гостиницу снять. Как-то своими средствами я вот так старался. Я вот так брал то, что у меня были деньги, туда вкладывал футбол, в ребят, чтобы наши ребята не занимались вредными привычками, занимались спортом, играли в футбол. Все кардинально изменилось после звездного интервью. Люди нам помогают сейчас в футболе, ну, спонсируют нашу команду. И нам сейчас будет намного легче играть в футбол, я думаю. Чисто в перекладине смотри. Смотри, смотри. Горой. У Шамля есть одна большая цель – развивать в Кизляре любительский футбол. Давай, 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 кто бьет? Владимир Мячи, мячи где? Дай мячи. Это кто, скажите, на мяче стоит, кто это ходит? Это что за гигант жизнь? Лично я сам после этого всего, короче, решил построить поле здесь, в Киздаре. Я хочу, чтобы именно в Киздаре наши ребята, наша молодежь играла. И играла в футбол на высоком уровне. И чтобы видели, что в Киздаре тоже есть футбол. Ух ты, Русик, ты в порядке, брат. Тебя на ворота поставим в следующую игру. А ну, Камара. Его назвали самым эмоциональным тренером по футболу. Этот судья тут раз пятым посолком нам пенальти поставил. Каждый матч, где бы мы ни играли, он ставит пенальти в нашу сторону. Я не знаю, в чем эта причина. Может, мы за то, что с Киздаре приезжаем или что. И с ним разговаривают, он разговаривает не хочет. Он только с Махачкалинскими ребятами разговаривает. А так ребята сыграли, я считаю, отлично. Все молодцы. Я только рад, что у меня есть такая команда, как эта. Такая с характером, боевая. Мы дальше, мы проиграли битву, но не войну, если мне еще покажемся. Я переживаю сильно за ней. Даже вот я один раз за все это время, сколько я играл в УФЛ, один раз я пропустил игру, я был в Москве. Вот такая обстановка была, я не мог прилететь. Я очень сильно переживаю, очень сильно люблю свою команду, если честно, всем сердцем. А он попросту не может быть другим. Даже не знаю, что сказать, честно говоря, его голову вообще не работает. Даже уже вопрос я не помню, что-то... Не знаю, что сказать, честно. Лише них и ниже кого-то я себя не считаю. Я считаю, что такой же, как и все ребята, кизлярские пацаны, простой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!